Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Прежде чем приступить к теме своего видео, хочу сделать небольшие объявления. В описании видео есть ссылочки на телеграм-канал Galaxy Watch, вайбер-канал Galaxy Watch и ватсап-канал Galaxy Watch, где мы точно сможем всегда с вами встречаться и где есть последние все новости. Именно там. Также там есть, дорогие друзья, ссылочка на канал Яндекс.Дзен Galaxy Watch. Что, думаю, скорее всего, скоро мы там только и сможем с вами встречаться по ряду причин. Пока что отключили только монетизацию для россиян и для российских блогеров. Россиянских блогеров, хотел сказать. Для российских блогеров, да, это, конечно, печальненько, потому что у меня партнерских программ минимум и, в основном, доход мой был только за рекламу. Поэтому, если вы захотите поддержать канал и его работу, то, пожалуйста, в описании видео будет несколько способов, как вы это сможете сделать. Буду очень вам благодарен, если вы все-таки будете поддерживать канал Galaxy Watch. Вот сейчас таким способом, так скажем, да. Ну, а мы с вами переходим к основной, значит, теме. Увидим ли мы в ближайшем будущем смартфоны Samsung и Galaxy, часики Galaxy Samsung, в том числе и Galaxy Watch 5, которые, в принципе, должны уже появиться и анонсироваться в августе 22-го года. Возможно, нет. Пока что они пишут, вот, как вы видите сейчас на своих экранах, что они приостановили поставку своей продукции на территорию России в связи с логистическими проблемами. Ну, такими словами, да, авиакомпании приостановили перелеты или доставки грузов сюда, к нам в Россию, зарубежные. Соответственно, они сейчас просто физически не могут доставить свои товары к нам в Россию. И теперь они ищут какие-то другие способы доставки своей продукции сюда, к нам. Возможно, это правда. Хотя днем ранее они сообщили, так же, как и компания Apple, о том, что они приостанавливают поставки своей продукции в Россию, именно из-за того, что Россия напала на Украину. Apple, кстати, да, она действительно это сделала, действительно приостановила, именно сказала, почему, и также приостановила платное сервисное обслуживание своих всех девайсов. Если у вас еще гарантийное обслуживание, то она это еще будет делать. Поэтому не переживайте. Вдруг, если у вас еще аппараты, ваши на гарантии. Но уже после, все, тю-тю. Ну, хотя есть и масса других компаний, которые этим занимаются. Но суть не в этом. Будет ли или не будет? Вот в чем вопрос. Конечно бы не хотелось мне, как в советские времена, покупать у фарцовщиков. Был такой бизнес, в советские времена уголовно наказуемые. Были такие теневые предприниматели, создавая черный рынок. Они продавали импортную продукцию, естественно, в несколько, в несколько раз больше. Я помню такие времена, когда у меня мама получала зарплату 125 рублей. Работали совщиком на железной дороге. Джинсы Монтана на тот момент, еще как Леви Страус, да, еще были такие джинсы. Они стоили 120 рублей. Понимаете? Это другими словами, чтобы напялить на себя джинсы в те времена, нужно было работать месяц. Помимо того, их еще нужно было найти где-нибудь. Это было очень сложно. Поэтому не дай бог, чтобы мы вернулись к этим временам. Ну, а если и вернемся, ну, ничего страшного. Есть часики Хуавей. Кстати, которые я хочу вот на днях приобрести. И начну также о них писать всевозможные видосы. Также есть и другие часики китайские. Уже более-менее в такие нормальные бренды, которыми мы сможем с вами пользоваться. Опа! Что там у нас есть еще? Meizu, да, есть у нас еще и Xiaomi и т.д. и тому подобное. Конечно, они не сравняются с часами Samsung, но кто его знает. Китайский рынок развивается просто семимильными шагами. И, возможно, они скоро маханут и обгонят и Apple Watch, и Samsung Galaxy Watch, и т.д. и т.п. Ждем. Дорогие друзья, напоминаю вам, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про все те группы, которые я вам сказал. Также про Яндекс.Дзен. Не забывайте поддержать канал финансово. Также в описании видео все есть. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Лайк и ваш комментарий. Если вдруг у вас есть какая-то другая информация, будет кстати. Пока!